друзья всем огромный привет читая ваши комментарии я понял что далеко не все понимают как работают маски photoshop обучающих видео про маски предостаточно в youtube но я решил сделать свой ролик почему потому что ну потому что я сделаю это видео кратко без воды и посмотрев мой ролик один раз вы очень быстро усвоить работу с масками и это будет похоже на обучение езды на велосипеде то есть стоит вам научиться ездить на велосипеде один раз и вы этот навык не забудете уже никогда в жизни и так не будем терять времени поехали маски по моему мнению это самый крутой инструмент photoshop ведь благодаря маскам мы можем абсолютно любые изменения на нашей фотографии применять локально то есть на определенный участок изображения как работают маски photoshop у нас есть изображение и для того чтобы понять как работает маска я создам новый и пустой слой и закрашу его скажем в синий цвет и добавлю к этому синему изображению маску по умолчанию маска окрашена в белый цвет и это означает что наша маска непрозрачна и если я буду убирать непрозрачность слоя то вы увидите как маска меняется от сто процентов непрозрачности к нулю и ноль соответственно это когда наша маска полностью прозрачная то есть она обесцвечена и мы видим нашу фотографию при работе с масками используют всего лишь два цвета это черный цвет и белый и так сейчас у нас маска окрашена в белый цвет она непрозрачна и я выбираю черную кисть нажатия и непрозрачность сто процентов значок маски активе на это видно вот поэтому ореолу теперь я начну проводить кистью маска при этом окрашивается в черный цвет а те участки по которым прошла моя кисть будут становиться прозрачными мы как бы обесцвечиваем маску и синий цвет в местах работы черной кисти пропадает и из-под нашей синей маски выглядывает наша фотография если я возьму инструмент захват смотрите что произойдет ну вот собственно поэтому это и называется маска также как маска на хэллоуин имеет прорезанные участки для глаз и рта так и наша маска имеет прорезанные участки через которые проглядывает наш ниже лежачий слой и так теперь я меняю кисть черного цвета на белый маска активно провожу кистью и синий цвет в пустых местах возвращается назад здесь маска соответственно тоже меняется и мы возвращаем наш созданный слой вот этот синий цвет в первоначальное значение и мы маску в этих местах сделали опять непрозрачный то есть убрали вот эти прорези которые у нас были и это основное базовое правило при работе с масками и вы теперь его знаете белая маска означает что она непрозрачная черная маска означает что маска прозрачная черные пятна на белой маске и то есть прорези для глаз на маске для карнавалов или праздников маску можно закрасить черный цвет двумя способами при активном черном цвете инвертирую маску сочетанием кнопок alt delete она соответственно мгновенно становится прозрачной миниатюра маски закрасилась в черный цвет значит маска стала прозрачной синий цвет исчез изображения но остался на миниатюре и теперь белой кистью я могу вернуть синий цвет в те места где мне необходимо таким образом мы создали обратную инвертную маску черную маску можно вызвать сразу если мы удерживая alt нажмем на значок маски и вот маска у нас сразу стала инвертируем и и теперь можно работать дальше белой кистью для чего маска изначально окрашивается либо в белый либо в черный цвет все очень просто для того чтобы меньше работать кистью то есть если мы применили какие-либо изменения но хотим их убрать с некоторых участков удобнее быстрее будет работать с белой маской если наоборот то есть мы хотим наши изменения внести на небольшие участки снимка а большую часть снимка сохранить первоначальном виде то мы делаем маску черным цветом вы спросите для чего мы делали эти совсем непонятные действия сейчас вам станет все ясно и теперь когда вы знаете как работает маска давайте закрепим наши знания о масках на практике и так я удаляю этот синий слой делаю копию нашего изображения нажатием кнопок control j либо второй вариант можно левой кнопкой мыши захватить изображение первоначально и переместить вот сюда его в этот значок значок создания слоя на этом снимке я хочу тротуарную плитку и мотоцикл сделать с более выраженной текстурой чтобы это сделать я применю свой экшен в который у меня задействован плагин не collection подробно мы на этом останавливаться не будем если интересно пишите в комментариях и я сниму отдельный ролик про свой алгоритм повышения текстуры и так плагин выполнил свою работу усилил резкость контраст и поднял проработку текстуры всего изображения но мне не нравится как изменилось мое изображение целиком и я хочу внести изменения только на тротуар и на мотоцикл который на переднем плане теперь я добавляю маску вспоминаем что белая маска не прозрачная и у нас есть два варианта работы либо мы на белой маске убираем ненужные изменения черной кистью либо инвертируем маску окрашиваю в черный цвет и работаем белой кистью если бы например я хотел повысить текстуру на всем снимке кроме дальнего плана я бы оставил маску белый выбрал черную кисть я предпочитаю работать мягкой кистью вы знаете почему для того чтобы не было резких переходов между одним изображением и другим и черной кистью пройдусь по участкам расположенных на дальнем плане тем самым просто стирая эффект который дал мне ник collection с ненужного мне участка вот видите как закрасилась маска но так как я хотел обработать только тротуар и байк мне в этом случае удобнее будет сделать черную маску выбрать белую кисть и пройтись по тем местам которые я хочу улучшить таким образом я обесцвечиваю слой с повышенной текстурой маска становится прозрачной в местах где я прохожу с белой кистью обратите внимание на миниатюру маски теперь я нажму на глазик и мы с вами видим что необходимые мне изменения в данном случае усиление текстуры коснулась только тех мест где я провел белой кистью если вы случайно кистью зацепили ненужные вам объекты всегда можно поменять цвет кисти на противоположный и поправить брак теперь если я отключу нижний слой то вы увидите что у нас отображается на слое где мы применили усиление текстуры здесь только обработанные участки это свойство можно применять для того чтобы произвести более ювелирную работу таким образом у нас есть наше оригинальное изображение и сверху наложена маска с локальным улучшением теперь вы о масках знаете все точнее то что применяется в большинстве случаев при работе с этим крутым инструментом давайте посмотрим как различаются маски итак если вы работаете с изображением то вы локально можете применить резкость размытия яркость насыщенность там контраст к абсолютно любому участку на снимке и даже поменять цвет и примите это все к абсолютно любому участку на снимке и это на самом деле очень круто для этого достаточно просто нажать на значок маска и реализовать любую вашу задумку применив эти изменения на все изображение целиком а потом удалить эти изменения с тех мест где они вам не нужны но если мы с вами работаем не с изображением а с корректирующим слоем например я хочу сделать тротуарную плитку потемнее и контрастнее я выбираю корректирующий слой яркости контраст и теперь посмотрите этот корректирующий слой как любой другой из этого меню выглядит как белое пустое изображение почему так все очень просто этот корректирующий слой уже имеет функцию маски и к нему маску добавлять совсем не обязательно и так второй момент который мы с вами закрепили если вы работаете с изображением меняете его то вы добавляете маску а в случае если вы работаете с корректирующим слоем маску добавлять не нужно и так я добавил корректирующий слой яркость контраст и когда я двигаю ползунки то эти изменения влияют на все изображение как нам применить эти изменения только к тротуару и к байку первый способ это также инвертировать маску то есть окрасить ее в черный цвет и пройтись белой кистью по нужным нам участкам и еще есть более простой и быстрый вариант это применить обтравочную маску к слою где тротуар уже выделен и обособлен удерживаем alt наводим курсор мыши между корректирующим слоем с контрастом и изображением где мы обработали тротуар и вуаля наши изменения теперь применяются только к тротуару и байку функцию обтравочной маски можно также активировать меню корректирующего слоя нажать вот эту кнопку при этом появляется здесь вот такая вот стрелка когда функция обтравочной маски активно это означает что все наши изменения действуют только на ниже лежащий слой то есть на слой куда показывает вот эта стрелка теперь давайте сделаем следующее например я решил изменить цвет стены дома на переднем плане добавить в этот оранжевый цвет немного коралловых оттенков для этого добавляю корректирующий слой хью situation выбираю значок указатель он выполняет функцию пипетки и снимаю образец цвета кликая по стене цвет определился теперь я двигаю ползунок хью немного влево добавлю немного насыщенности но я не хотел менять оттенки всего изображения а только лишь вот этого участка в этом случае мне также проще ее инвертировать при активном черном цвете нажать сочетание клавиш alt-delete маска закрасилась черный цвет выбираю белую кисть мягкую непрозрачность и нажатие на сто процентов плавность движения мне не нужно я уберу в ноль и перекрашиваю стену в нужный мне цвет итак смотрим на слой в этом значке у нас меню корректирующего слоя хью situation а здесь у нас маска которая применена к этим настройкам и темные участки этой маски означают что она прозрачная то есть в этих участках наши изменения ни на что не повлияли а там где мы прошли с белой кистью в этих местах маска не прозрачная и соответственно мы получили в этом месте тот цвет который посчитали нужным скрывая и раскрывая слой мы с вами видим что цвет применился только к стене только к тому участку который мы хотели и еще один важный момент работая со слоями не забывайте что слои photoshop имеют одно очень важное свойство чем выше располагается слой тем выше он в иерархии отображения то есть если я сейчас соберу все изменения в новый слой в новую фотографию нажимаю сочетание клавиш alt control shift е в это изображение у нас попали все изменения которые мы с вами применили и этот слой стоит на самом верху то есть он скрывает под собой все эти изменения то есть в этом случае нам все ниже лежащие слои уже даже не нужны так как мы все собрали в одно изображение и скопировали на новый слой еще чтобы понять иерархию слоев давайте проведем маленький эксперимент я добавлю несколько одинаковых слоев просто закрашенных в разный цвет и так у нас стоит оранжевый зеленый и синий если я буду скрывать слои начиная с нижнего как видите ничего не происходит все потому что сверху над этими слоями лежит слой с оранжевым цветом но если я буду открывать сверху у нас соответственно меняется иерархии теперь самый главный уже зеленый цвет теперь самый главный синий если я изменения буду вносить в нижнем слое то вы эти изменения даже не увидите хотя на маске они отображаются но стоит нам только убрать оранжевый цвет появляется маска соответственно на зеленом цвете и просвечивается синий в том участке где я провел кистью и когда я возвращаю видимость оранжевого слоя соответственно видимость вот это она присутствует но она исчезла мы ее не видим обязательно учитывайте этот нюанс при работе с вашими изображениями и так давайте подведем итог первое белая маска означает что она не прозрачная черная маска означает что маска прозрачная черные пятна на белой маске и то есть прорези для глаз на маске для карнавалов или праздников второй момент маска нужно на слое который является дубликатом изображения корректирующий слой сам по себе уже и есть маска и 3 обтравочная маска применяется для корректировки только ниже лежащего слоя ну вот друзья это основные знания о масках photoshop теперь вы настоящий гуру масок подписывайтесь ставьте лайки заглядывайте в мой инстаграм до новых встреч друзья интересных вам сюжетов и больше восторженных зрителей субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...